Аппаратное совещание губернатора Сергея Морозова начало с вопросов подготовки к празднованию Дня Защитника Отечества. Глава региона отметил, что в течение всей недели должны идти тематические мероприятия и проводиться встречи. Военнослужащие, которые сегодня стоят на защите нашего Отечества, должны быть спокойны за свои тылы. Сергей Морозов призвал руководителей муниципалитетов помочь в трудоустройстве жен и мужей военнослужащих, в обучении и устройстве детей в детские сады. После этого поручения губернатор представил нового начальника Ульяновского гарнизона и 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи Романа Панкова. Мы готовы к диалогу, готовы взаимодействовать по вопросам, отнесенные к компетенции Министерства обороны, ну и в частности по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Близится завершение зимы, и аграрий готовится к началу весеннеполевых работ. Губернатор особо отметил, что руководители районов не должны снимать с себя ответственность по вопросам развития сельских территорий. Основная задача это сохранить посевную площадь не менее 1 миллиона 23 тысячи гектар, в том числе зерновые и зернобобовые у нас с вами в этом году должны составить площадь 638,6 тысяч гектар, из них озимые зерновые культуры 308,5 тысяч гектар, яровые и зерновые должны составить у нас с вами 330 тысяч гектар. Министр отметил, что в ряде районов снижена посевная площадь под кормовые культуры. Губернатор поручил разобраться, почему так произошло. По остальным параметрам область достигает стопроцентного рубежа подготовки к весеннеполевым работам. К 15 апреля вся техника должна быть полностью готова. 11 февраля область перешла на цифровое телевещание. Все прошло в штатном режиме. Ажиотажного спроса на приставке не наблюдается, а волонтеры смогли обеспечить все заявки на подключение. Пик проблемных вопросов, связанных с переходом региона на цифровое ТВ, прошел. По оценке замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, первые итоги в регионах абсолютно удовлетворительны. В регионах не наблюдается какой-то негативной реакции со стороны граждан. Все это связано с тем, что была проведена в регионах очень хорошая подготовка. Это прямая цитата Алексея Волина. Острая проблема в области связана с очисткой кровель от снега и наледи. В школе села Старая Сахча обрушилась крыша. Причина – неубранный снег. Губернатор отметил, что проблема очистки кровель в настоящее время стоит на первом месте. 35% кровель неочищены, остаются те, которые требуют немедленной очистки. 966 кровель. Самая большая статистика у нас по очистке город Ульяновск, Димитровград, Ново-Ульяновск, Барышский район, Инзинский район, Кузоватовский район и Сенгелеевский район. Александр Черепан пообещал, что все эти кровли будут убраны до четверга. Но это в том случае, если не будет сильного снегопада. Губернатор поручил вплотную заняться вопросом протечек крыш. Глава области дал распоряжение, чтобы коммунальщики перешли к круглосуточной работе по очистке кровель. Давайте сейчас подумаем, как объединить Мечник с проведением субботников по борьбе с этими глыбами, льдиными, накатами, для того, чтобы максимально, в том числе и с привлечением чиновников от губернаторов включительно. В завершение аппаратного совещания губернатор поручил разобраться с лекарственным обеспечением в регионе. До конца недели должна быть разработана система функционирования государственной аптечной сети. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.